Оскар на подходе. В Калифорнии собираются гости на церемонию вручения одной из самых престижных наград в мире кино. Она состоится уже в это воскресенье. Как и почему на Оскар в этом году повлияли выборы и политика? Мой коллега Дмитрий Анопченко об этом. Всё это по похожему сценарию происходит уже не один десяток лет. В день, когда на Голливудском бульваре стелят первый рулон знаменитой красной ковровой дорожки. Здесь, в Лос-Анджелесе, и стартует Оскаровская неделя. Событие, за которым без преувеличения следит весь мир. Под угрозой срыва может оказаться всего 4 дня до награждения, а декорации окажутся не готовы. Кто-то из звёзд в последний момент решит не приезжать. Кто-то из номинантов начнёт диктовать условия. Но только один процесс здесь всегда строго по расписанию. Ковровая команда минута в минуту начинает расстилать красную дорожку. Ведь любую накладку можно исправить. А вот если из-за неровного стыка на ковре кто-то из актёров упадёт во время церемонии, это уже не просто скандал, пятно на репутации. Поэтому все дни здесь будут ликвидировать малейшие щёлочки. Дальше расставят трибуны для гостей. Вот-вот привезут огромные фигуры Оскаров. Пока что их перекрашивают, чтобы в кадре выглядели как новенькие. Для чего потратят сотни литров золотой краски. Оскар всегда был вне политики. Но в этот раз избирательная кампания, которая разделила Америку и гильдию киноактеров тоже разделила. Кто-то из них искренне поддерживал Хиллари, кто-то зарабатывал на этом. Кто-то был вне политики, но теперь испуган иммиграционными указами Трампа. В любом случае, впервые в официальном Оскаровском расписании вместо одной из вечеринок теперь будет демонстрация. Авторитетное актёрское агентство, которое много лет подряд приглашало гостей вместе отпраздновать, теперь зовёт своих партнёров и клиентов митинговать. Ведь Голливуд традиционно принимал мигрантов отовсюду. И в новой политике Белого дома многие видят сейчас угрозу. Протесты проходят и в эти дни, неподалёку от Голливудского бульвара. Участвуют пока не киношники, а эмигранты. Те, у кого бумаги не в порядке. Те, кто боится, что теперь их попросят покинуть страну. Или даже депортируют. Я не выдержу Трампа, просто не выдержу. То, что он делает, вызывает у меня страх, как и у страны. Политика нашей страны абсолютно неэффективна. Давайте говорить правду. Впервые за всю историю премии власти опасаются, что митинги могут быть даже в день церемонии. И обещают усиленные меры безопасности, чтобы звёздным гостям демонстрации не помешали. Впрочем, актёры и сами молчать не будут. Так что, по всем прогнозам, Оскар в этом году может быть очень политизирован. Это касается и того, каким фильмам и темам киноакадемики отдадут сейчас золотые статуэтки. Хотя, несмотря на всё обилие политических событий и страстей, главное здесь всё-таки же не политика, а кино. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.